На библейский порталок с гет поступил вопрос, хорошо ли быть скромным в наше время? Вот в наше время какое-то точение такое специфическое, почему скромность навсегда украшала человека и в наше время, и в прошлое время, и в будущее время, по всей вероятности, скромность это будет украшением человека. Вот что говорит об этом Святое Писание? Евангелие от Луки, всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Послание апостола Павла, не думайте о себе более нежно, должен думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вообще скромность, вот я сейчас вспомнил Федора Емельяненко, замечательный такой православный христианин, довольно скромный. Все свои, несмотря на всю свою бойцовость и всю свою силу, ловкость и умение наводить ужас на своих противников, он живет довольно-таки скромно. Вот всегда так сразу вспомнился образ русского богатыря. Русского богатыря, который при всей своей силе, при всей своей ловкости, при всем том, что, как боялись враги наши, русских ратников, они вели довольно скромный образ жизни. Вообще на Руси скромность всегда почиталась, потому что библейские истины, они были заложены в нас, и мы милостью Божьим генетически помним, что когда-то Русь называлась святой, как кровь Богородицы, он формировал в людях божественное отношение к каждому явлению. В том числе вот к скромности, о которой еще колезиаст говорит, не выставляя себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Аминь.